Доброе утро! Доброе утро! Тем более, что день начинается максимально бодро. Только посмотрите, где мы находимся. Это высота буквально 16 этажа. Ну, а значит, что мы не только отсюда видим, как просыпается сестолица. Ну, так и больше скажу, что мы находимся на крыше жилого комплекса «Альфа». Именно отсюда мы в течение двух ближайших часов будем с вами общаться в режиме реального времени, то есть в прямом эфире. Да, ну, общаться будем о разном. Как всегда, поговорим и о новостях, и поделимся чем-нибудь интересным. Ты, кстати, Артем, если уже про новости заговорил, ты давно ездил вот в Евпаторию. Ох, знаешь, на самом деле поездки летом – это вообще вопрос крайне сложный, потому что пробки, не всегда получается добраться, ну и приходится вот объездами. Поэтому пока что Евпаторию из списка пунктов назначения исключил. Очень люблю этот курортный город, но, тем не менее, добираться туда иногда приходится даже не час и не два, а больше в связи с пробками. И одна из них образуется как раз-таки в районе, прям около подъезда к Евпатории, это там, где кормят обычно лебедей. Знаешь, да, это место? В принципе, там очень много фотографий выкладывают. Да, 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 это главная достопримечательность как будто бы. Ну, а в чем причина затора и как власти решают эту проблему, знает наш корреспондент. В час пик из города через пробку. Анисия Бабак работает на железнодорожном переезде несколько лет. Ее пост в начале транспортного затора. Уверяет, участок стал проблемным только в этом году. Причина – никак не движение электричек, а большое количество транспорта. Ну, сейчас лето, сейчас, конечно, если на моей улице по три автомобиля возле каждого дома, то, естественно, пробки будут. А тем более сейчас, когда сезон, и, естественно, там можно и 40 минут, и час стоять на этом участке. Дорога с южного берега Крыма и центра полуострова в город одна. По одной полосе движения в каждую сторону. Транспортная развязка не справляется с увеличившимся потоком машин. И в городе за последние годы стало в два с половиной раза больше. И в Паттории на одного местного жителя приходится около 10 туристов. Поэтому в разгар курортного сезона трафик увеличивается в разы. А при въезде в город в час пик образуется пробка длиной в несколько километров. Одна из причин образования пробки – желание людей остановиться у достопримечательностей города – озера с дикими лебедями. Припаркованные у обочин машины создают помехи движению транспорта. А водители в попытках сделать памятное фото на ходу снижают скорость до минимума. Немедленно уберите автомобиль, находящийся в зоне действия дорожного знака. Остановка запрещена. Прекратите право нарушения, товарищи водители. Проблему решают силами ГИБДД. Дорогу патрулируют ежедневно. Год назад на этом участке установили дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и пешеходные ограждения. Но правила продолжают нарушать. Сотрудники ГИБДД несут службу как в режиме ручного регулирования, так и в режиме патрулирования. Кроме того, применяется прибор для фиксации нарушений правил остановки стоянки «Паркон». Прибор фиксируют нарушителей на видеокамеру. Штрафы водителям приходят по почте. За остановку в неположенном месте каждый заплатит по полторы тысячи рублей. Анастасия Крапивина, Андрей Еремезин. Новости 24. Евпатория. Собственные квадратные метры, как и право на счастливую личную жизнь. За последние три года 16 детей, лишенных родителей или опекунов, получили свое собственное жилье в Джинкойском районе. А каким образом? То есть для них там дом построили? Насколько я понимаю, существует специальная программа. Да, но тем не менее около сотни детей все еще без крыши над головой, так сказать, своей собственной. Интересно, как будут решать эту проблему? Ты знаешь, подробнее в этом вопросе разобралась Евгения Довжик. Поэтому сейчас, собственно, и расскажет нам. До 15 лет Василий не знал, что такое семейный очаг и домашний уют. Лишенный родительской опеки, он скитался по приютам. А в 10 лет оказался в семье религиозных фанатиков. Целыми сутками мы сидели дома с сестрой. Выходили максимум за хлебом, то есть чисто в магазин. И вот в таких условиях воспитывался вплоть до где-то 15 лет. Настоящую заботу Вася почувствовал только под опекой Елены. К ней в семью, где уже воспитывались приемные дети, мальчик попал в 2015 году. Сегодня он студент второго курса педагогического института. Через два года станет учителем младших классов. В очереди на квартиру сирота стоит с 14 лет. В очереди продвигается не особо быстро. Но все же я надеюсь, что это просто регулируется. И тогда, когда мне уже желе будет необходимо, то есть оно будет. Долгое время квартирный вопрос волновал и Женю Семанчева. В очереди на получение жилья он стоял больше 7 лет. В этом году стал счастливым обладателем однокомнатной квартиры. Собственная обустроенная кухня, ванная комната с душевой кабиной и встроенный шкаф-купе. Что еще нужно молодому человеку в 25 лет? Собственную квартиру в 30 квадратных метров Евгений получил в конце прошлого месяца. Пока Женя только осматривается и раздумывает, как расставить мебель для уюта, работы и увлечений. Вот так вот стеночка будет под мои аквариумы. Ты разводишь рыб? Да, держу, увлекаюсь. Стол, кровать. Не знаю, наверное, не там, а здесь именно холодильник будет какой-то стоять. И все, и мне больше ничего. Я один живу, мне хватит. А его соседка по подъезду Юлия уже перевезла в новую квартиру мебель. Жилье получила в прошлом году по договору социального найма. Через 5 лет сможет его оформить в собственность. Был ремонт, обои, евроокна стояли, двери, как бы все было. Единственное, что мы поставили стенку здесь, пока почихонечку обустраиваемся, купили кухню. Осталась спальня и можно отмечать новоселье. Программа по обеспечению жильем детей-сирот реализуется в Джанкойском районе с 2016 года. Всего за это время нам удалось приобрести 16 квартир. В ближайшие два месяца мы планируем докупить еще две квартиры. Это значит, что до конца года еще двое из тех, кто лишен родительской опеки, начнут осваивать собственные квадратные метры. На такую помощь от государства рассчитывают еще 100 жителей Джанкойского района. Евгения Довжи, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкойский район. Все ради жизни. Реанимационные кювезы и аппараты искусственной вентиляции легких. Благодаря новому оборудованию было спасено уже около 20 малышей, родившихся раньше срока. Насколько я знаю, это оборудование закупили в одной из больниц Симферополя, да? Да, в перинатальный центр. И, собственно, как функционирует оборудование и каким образом при его помощи спасают жизни, разбиралась наш корреспондент, разбиралась Елена Байрамова. Это вот наши малыши, которые лежат в таких вот гнездышках. Это имитация маточки. Мы их переворачиваем каждые 2-3 часа. Ну, малыши, как правило, любят выбирать себе положение. Больше 400 недоношенных малышей выхаживают за год в перинатальном центре. Порой вес младенца едва достигает 500 граммов. В таком случае медикам без современного оборудования не справиться. Недавно закупили 6 новых кювезов – инкубаторов для новорожденных. На мониторе мы можем увидеть, что поддерживается постоянная влажность воздуха, постоянная температура воздуха внутри кювеза. Позволяет нам взвешивать ребенка. То есть мы, не вынимая ребенка из комфортной среды, можем узнать, сколько он весит. Они помещаются на ладони, питаются через трубочки. Тишину в палате нарушают только звуки аппаратов. Маленькая Майя все это уже пережила. Реанимация и интенсивная терапия в прошлом. Сейчас она привыкает к материнским рукам. Что чувствовали? Страх. Очень страшно было. Что было неожиданно. Очень быстро все произошло. Но ничего. Почти два месяца в реанимации и вот здесь уже две недели. Да. Но скоро уже домой. Некоторым детям еще предстоит побороться за жизнь. После родов их экстренно перевозят в реанимацию на транспортных инкубаторах. Они всегда на готове. На сегодняшний день здесь выхаживают 12 недоношенных детей. Вот в таких кювезах они чувствуют себя словно в утробе матери. Ну а самый маленький пациент это вот эта девочка. Она родилась на сроке 21 неделя. Весом всего 480 граммов. Такие малыши самостоятельно дышать не могут. Одно из последних приобретений аппарат искусственной вентиляции легких. Он незаменим на первых порах. Выставить поток воздуха, выставить его чистоту дыхания, отрегулись в глубину дыхания и добиться тех параметров, то есть практически 100% сатурации, то есть как раз обогащение крови кислородом, которое необходимо для новорожденных, для его роста и развития. Кювезы, эндоскопические стойки, ультразвуковые системы. Все это приобретают за счет Фонда обязательного медицинского страхования. С начала года 32 современных прибора появились в медучреждениях Симферополя, Белогорска, Керчи, Ялты и других населенных пунктах Крыма. Специальная программа действует с января 2016. Порядка 200 единиц медицинского оборудования было уже приобретено с 2016 года на сумму 360 миллионов рублей. Более 39 медицинских организаций получили такую технику. 60% приобретений направляется в поликлиники и ФАПы. Кроме того, деньги из Фонда идут и на повышение квалификации врачей. Елена Байрамова, Олег Черемисин, Новости 24. Ну и при этом на улице уже совсем тепло. Хорошо, потому что в принципе утро сегодня солнечное, гораздо теплее, чем на прошлой неделе. Я уже не говорю про выходные, когда штормило. И я не помню, правда, эти или прошлые, но тем не менее, сегодня утром очень комфортно, поэтому одеваемся легко в красивые такие летние наряды, пока еще можем себе позволить. Конечно, тем более, что скажете, что есть что-то красивее, чистого, голубого летнего неба, но я вам просто не поверю, потому что зрелище потрясающее. То, как зелень сочетается вот с этой голубизной, да, с этим сапфиром. Ну, это правда красиво. Но вообще, крымская погода нечто удивительное. С утра может быть очень даже так свежо, знаешь, ну вот, бодрить. Уж и мы-то знаем, да. Ты вот берешь с собой пиджак, вот как ваш верный сулга, ну, а впоследствии днем начинается такая жара, что ты просто не знаешь, куда эту куртку или пиджак или даже зонт деть. Ты начинаешь уже думать о том, хотя бы, чтобы надо было какую-то вещь на себя покомфортнее, полегче надеть, и хотя бы это могло помочь в этой ситуации. Но ко всему нужно быть готовым, а в этом вам поможет прогноз погоды. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Жизнь» и «Кино». Вообще, две материи удивительных, потому что второе, кажется, показывает первое, но как-то по-особенному. Вот на эту тему, например, Альфред Хичкок, я его не просто так вспоминаю, сказал, фильм — это жизнь, с которой вывели все пятна скуки. Ты как, согласна? Ну, во многом, тем не менее, это можно сказать только про хороший фильм. Да, согласен. Ну, дело в том, что этот великий режиссер отпраздновал вчера, вот буквально вечерком так, свое 120-летие. И да, и вот поэтому предлагаю вспомнить что-нибудь видела из старого интересного кино. Давно не смотрела. Вот честно, если хочется пересмотреть, но нужно уделить тому время, чтобы что-то старое пересмотреть, либо открыть новую книгу, новые страницы этой книги. Да, я знаю, что ты не хочу быть вот тем самым человеком, который говорит раньше, вот раньше, но все-таки есть нечто в старых фильмах особенное, потому что не имея спецэффектов, не имея всех этих украшательств, они все равно удачны, а главное, что метко доносили свою мысль. Но вообще, ты знаешь, кино современное тоже порой бывает очень даже интересным. И вот чтобы знать, на какой именно фильм сходить, да что уж там фильм, может быть даже на спектакль или куда еще, предлагаю посмотреть нашу следующую рубрику. Сальвадор Дали «Священное послание». Выставка с таким названием проходит в Симферопольском художественном музее. Среди экспонатов серия литографий на библейские темы. Коллекция включает в себя иллюстрации к Ветхому и Новому Завету. Такого собрания работ нет ни в одном российском музее, что позволяет без преувеличения назвать данный проект уникальным. На больших экранах комедия от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Сюжет основан на череде событий, произошедших в 1969 году. Известный актер Эрик Далтон вместе со своим дублером Клиффом Бутом пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Также на экранах фильм для всей семьи «Дора и затерянный город». Детство девочки прошло в джунглях, которые исследовали ее родители. Однако никакие приключения не помогут подготовиться к главным проблемам старшей школы – соперничеству и зависти. Вдобавок, внезапно пропадают родные героини. Сможет ли ребенок вновь обрести свою семью? Смотрите на больших экранах. В кино продолжается боевик «Форсаж», «Хоббс и Шоу». Чрезвычайная ситуация вынуждает работать в команде двух врагов. Люк Хоббс – элитный спецагент США, а Декард Шоу – британский пижон и бывший сотрудник разведки. Смогут ли они побороть вражду, когда на кону стоят жизни родных? Мелодрама «До скорой встречи». Перед началом Чемпионата мира по футболу карьера суперзвезды под угрозой из-за серьезной травмы. И это еще не все. Судьба преподносит спортсмену очередной удар и в этот раз прямо в сердце. Чтобы отвлечься, главный герой отправляется в путешествие по России, где неожиданно встречает любовь всей своей жизни. Ну и я, когда вот сейчас хожу по городу, да, это бывает нечасто, потому что обычно все мои хождения заканчиваются только на том, что я добираюсь с работы домой, либо наоборот. Так вот, вижу очень много мам, которые суетятся, собирают детей в школу. Знаешь, вот эти вот все приготовления, нужно и юбочку купить, и тетрадки купить, а пенал еще краше должен быть, чем у всех остальных детей. Я радуюсь тому, что нет того стресса, вот когда ты все-таки работаешь уже, когда уже взрослая жизнь, не приходится готовиться к этому моменту, когда ты и в 1 сентября вдруг идешь в школу, ты уже привык просыпаться поздно, а здесь нужно рано, потом регулярно делать домашние задания. Но все-таки какое удовольствие в моем понимании не ходить в школу. Слушай, ну это на самом деле вообще извечный круг сансары, потому что сначала ты в детском садике, и ты думаешь, когда уже, когда, потом ты в школе, и ты думаешь, так, когда уже, когда, потом ты в университете, и ты думаешь, когда уже, когда, а потом работа. И ты думаешь, хочу обратно. Да, поэтому... Но это такие университетские времена, самые счастливые. Да, и ты знаешь, во многом были правы римляне, когда говорили «карпе дием», а значит «лови момент». Поэтому предлагаем сейчас родителям внимательно словить момент, и главное, что обратить внимание на наш сюжет, потому что там мы вам расскажем, как правильно собрать и подготовить ребенка к школе. До начала учебного года еще месяц, но на школьной ярмарке уже многолюдно. Главная задача родителей – собрать своего ребенка к первому сентября. Для этого нужно не только время, но и деньги. В семьях Клочковых к учебе готовят сразу двоих детей, так что расходы будут двойные. От одной, чтобы купить обувь, хотя бы на 1 сентября, сарафаны, платьишко – это где-то тысяч пять уходит. Если купить сменку еще, то это еще добавляете. Как минимум на одного ребенка одну до 20 тысяч выйдет. Оксана Романова собирает дочь в четвертый класс. Ассортиментом довольна. Все-таки больше ста торговых палаток. Но вот цены оставляют желать лучшего. Пока мы еще только начали собирать, уже затраты где-то 7-10 тысяч. Но сегодня вот пока две с половиной – это только кроссовочки и туфельки. Главный критерий выбора одежды и обуви – ее практичность и натуральные материалы. А вот что касается канцелярских принадлежностей, то тут уже можно смело фантазировать. Любой каприз – за ваши деньги. Ручки, карандаши, тетради – может и мелочь, но весьма затратная. Если первоклассник набирает весь комплект, то это будет стоить от трех – трех с половиной тысяч. Вот так вот. Бюджетный вариант, да? Бюджетный, да, вариант. Но в этом году цены вообще не отличаются. Дневник в среднем стоит 200 рублей. Тетрадь – 24 листа, примерно 30 рублей. Пенал можно приобрести и за 100 рублей, и за 700. Рюкзак – это, пожалуй, главное, на что стоит обратить внимание, собирая ребенка в школу. Он должен быть не только красивым, но и практичным и удобным. С ортопедической спинкой и широкими лямками. Средний ценник – 3000 рублей. Но если очень постараться, можно найти и дешевле. Но основная статья расходов во всей этой предшкольной суете, конечно, форма. Цены на костюмы начинаются с двух с половиной. Рубашки для девочек и мальчиков – от 1000 рублей. Примерно столько же и обувь. Плюс сменный комплект одежды умножает цифру на два. Так что в среднем сборы к школе обойдутся в 1015-1020. Сярия Бляева, Андрей Псом. Утро нового дня. Так, Саш, ни минуты не теряя, отправляемся к гостю, потому что тема, ну, прям, совсем необычная. Ну, а потому что мы будем говорить о таком, но вы сейчас все узнаете сами. Да, так смотри, значит, история следующая. Мы с тобой, конечно же, люди воспитанные и правильные. И мы за своей речью… Я надеюсь. Да, мы за своей речью даже следить не должны, потому что, ну, мы и так все правильно и аккуратно говорим. Но вот другие иногда себе всякое позволяют. Специально для этого существует определенного рода акция. О ней подробнее и поговорим с нашими гостями. Доброе утро. В гостях у нас сегодня Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма», общественный деятель, юрист и кожевников Артем, волонтер проекта фонда «Доброволец и юридического движения «Веселый партизан». Ну вот, доброе утро. Доброе утро. С этого и начнем. Название интересное. Рассказывайте, пожалуйста, что это за движение такое, как оно работает. Ну, я начну, наверное, да. Наш фонд, он занимается защитой культурно-исторического наследия, информационной безопасностью. Это, кстати, тема моей диссертации в аспирантуре, поэтому я так углубленно занялась этой работой, такой научно-исследовательской, которая, в общем-то, переходит в какое-то практическое русло. У нас вот несколько проектов, да, в том числе за чистый Крым. Мы занимаемся уборкой территории, там, приведением в порядок набережных. У нас волонтерское движение как раз помогает обеспечить достаточный уровень сервиса туристического для города Алушта. Это мой родной город. «Веселый партизан» — это такое движение добровольцев, юристов, среди которых есть сотрудники правоохранительных органов, даже так. Я сама закончила университет прокуратуры московский, и в целом у нас есть хорошие контакты с различными юридическими клиниками. В целом «Веселый партизан» занимается вопросами, связанными с информационной безопасностью. Вот мы с ребятами делали несколько таких вот расшифровок, записей телевизионных передач. Почему «Веселый партизан»? Дело в том, что через меховую культуру, когда высмеиваются наши исторические ценности, идет такое надругательство над нашими героями Великой Отечественной войны. Известны даже некоторые случаи, когда высмеивался герой Великой Отечественной войны Карбышев, генерал, который стойко держался в плену, высмеивался маршал Конев, без которого была немыслима победа в Великой Отечественной войне. Мы это все дело пресекаем с нашей подачи. Не буду назвать название телеканала, но были удалены ряд порочащих нашу историю видео, заменено даже руководство одного телеканала, там сменили ряд продюсеров. Но, опять же, это делают всего несколько добровольцев. Кроме того, в нашем проекте, конечно, числится порядка 400 волонтеров, но фактически работают там около, по-моему, 20 человек, активных участников. С таким объемом работы мы, конечно, не справляемся, поскольку это вообще должна быть, на мой взгляд, такая всероссийская федеральная программа, которая целенаправленно будет с помощью при содействии государственных органов, при содействии психологов, лингвистов, да, потому что требуется дорогостоящая экспертиза. Наш фонд, который, в общем-то, существует на наши частные какие-то взносы, да, мы фактически, вот в этом году, кстати, впервые нас поддержал фонд президентских грантов, и то по проекту «За чистый Крым». А проект «Защитим нашу Россию», который, кстати, в прошлом году с нашей подачи, я уверена, что с нашей подачи, потому что так как раз совпало, мы обратились в МИД, на Министерство иностранных дел, наши юристы-волонтеры подсчитали сумму возможных исковых требований от Российской Федерации к зарубежной прессе, к политикам, которые совершенно безнаказанно нас поливают помоями, можно сказать, грязью, да, это информационная, да, такая грязь, которую, в общем-то, надо все-таки призвать к ответственности этих лиц, которые считают, что можно безнаказанно оскорблять великую страну, 140 миллионов человек, ведь государство — это не что-то абстрактное, это территория с границами, это люди, ее населяющие, законно избранное правительство, да, и когда оскорбляют нашу страну, и вот мы посчитали, что примерно на 800 миллиардов долларов можно подать исков, это примерная сумма, мы, естественно, не в силах охватить, чтобы привлекли студентов, юристов, лингвистов, у нас же каждый год выпускается 100 тысяч юристов, ну, товарищи, пора бы уже монетизировать, да? Вот как раз-таки хотелось спросить у Артема, насколько сложно участвовать в этом проекте, либо, наоборот, несложно, и почему нужно начать участвовать на добровольных началах, я так понимаю, в этом проекте? Насчет сложности, здесь каждый, наверное, для себя найдет работу, которая его уровню соответствует, то есть кто-то анализирует контент, кто-то занимается его поиском, вот такого медиа-контента, который как раз противоправный в этой сфере, а кто-то уже по результатам этих исследований занимается подготовкой именно вот исков, заявлений каких-то. Распределяете работу, да? Да, конечно, то есть как в любом партизанском отряде, у каждой ячейки есть свои задачи, и они оперативно решаются. Ну, скажите, пожалуйста, какая-то внутренняя фильтрация имеется, то есть имеются ли люди, которые, да, определяют действительно, насколько вот радикально стоит воспринять то или иное высказывание или, возможно, шутку? Да, у нас есть, мы сотрудничаем, не буду называть фамилии этих героев, можно сказать, потому что это люди, которые выполняют ту работу, за которую, ну, они добровольно ее выполняют, профессионалы, которые делают нам экспертизы, это люди высокого уровня, это профессора, это сотрудники разных органов правоохранительной системы, потому что им через нас проще защищать свою страну через собственные структуры, так сложилось почему-то. И вот мы после того, как мы проведем экспертизу психолого-лингвистическую определенных, дальше мы уже обращаемся в правоохранительные органы. Конечно, не все так просто. Если взять уровень не только внутренней, да, вот этой информационной политики, но если взять международный, вот, например, в прошлом году, в апреле месяце, МИД Великобритании впервые за историю взаимоотношений между Россией и Великобританией удалил клеветнический твит по делу Скрипалей о российском происхождении новичка. Потому что мы обратились сначала в МИД с предложением, что вот у нас волонтеры, мы готовы составлять иски, проводить большую такую работу подготовительную для России, да, безвозмездно, как добровольцы. А уже, значит, Российская Федерация вправе требовать компенсации, да, со средств массовой информации, с конкретных политиков. Буквально мы подали вот это заявление в МИД, потом обратились к нашему послу, позвонили в Лондон, значит, попросили покупать прессу английскую, значит, и тут же буквально через три дня, в понедельник, в среду мы обратились, а в понедельник уже на следующей неделе сообщение по всей прессе, что МИД Великобритании удалил твит по делу Скрипалей. А почему? Потому что несколько партизан, значит, несколько недель потратили на то, чтобы подготовить это письмо и так далее. Нам сейчас нужны, конечно, опытные специалисты, которые помогут нам вот эту нашу инициативу, поскольку я считаю, это пока только инициатива. Мы еще не добились, никакой компенсации не можем добиться, потому что Российская Федерация в лице своих полномочных структур должна, в общем-то, на мой взгляд, поддержать нашу инициативу. Это же может стать третьим источником бюджета после нефти и газа. Понимаете, настолько оскорбляли за последнее время, но давайте пока этот срок давности не истек. Спасибо вам большое. Да, не легко дело партизанам. Ну, все начинается с малого, я хочу сказать. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях была Анастасия Иванова, президент благотворительного фонда «Наследие Крыма», и Артем Кожевников, волонтер проекта фонда «Доброволец юридического движения «Веселый партизан». Ну, а я в свою очередь хочу заметить, что действительно история мировая, ну, просто невероятно масштабное и большое событие, которое считает свои дни, пожалуй, что с начала времен. Поэтому, конечно, дат знаменательных и событий было большое множество. Тех, что произошли конкретно этого числа, мы вам сейчас и покажем. 14 августа 1040 года Макбет в битве при Элгине убил своего двоюродного брата, короля Шотландии Дункана, после чего занял его трон. Реальный исторический персонаж позже приобрел всемирную известность благодаря одноименной трагедии Бильяма Шекспира, которая, между тем, значительно исказила исторические факты. 14 августа 1248 года началось сооружение Кёльнского собора, выдающегося памятника средневекового зодчества. Работы по его возведению продлились 632 года, закончившись 14 августа 1880 года. Готическая церковь официально признана третьей в списке самых высоких культовых сооружений мира. Главные шпили храма возвышаются на 158 метров от земли. Сегодня уникальный собор внесен перечень объектов всемирного культурного наследия. В этот день 562 года назад напечатана первая европейская псалтырь – книга священного писания Ветхого Завета, содержащая 151 псалом. В ней впервые в истории книгопечатания были указаны имена издателей – Иоганна Фуста и его родственника Петера Шафера. 229 лет назад между Россией и Швецией заключен Берельский договор, который официально завершил русско-шведскую войну. По условиям перемирия стороны сохранили свои границы в довоенных пределах. Известие о мире было радостно воспринято в среде российских и шведских офицеров, чего не скажешь про ряд европейских столиц, например, Лондон, Берлин и Константинополь, где окончание военных действий вызвало крайнее неудовольствие. 14 августа 1865 года в Санкт-Петербурге открыт зоологический сад. Старейший в России. Он признан самым северным в мире и самым маленьким в Европе. На небольшой территории размещена коллекция из 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных. В этот день, 153 года назад, родился Дмитрий Мережковский. Русский писатель, поэт, литературный критик, религиозный философ. Муж поэтессы Зинаиды Гиппиус. Вошел в историю отечественной литературы как яркий представитель Серебряного века, основатель русского символизма. Писатель 10 раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. 14 августа 1943 года подписан приказ о создании лаборатории номер 2 Академии наук СССР в городе Казань. Научное подразделение возглавил выдающийся физик-ядерщик Игорь Курчатов, изучавший поведение изотопов урана и их применение в военных и мирных целях. Позднее исследовательская лаборатория переросла в Институт атомной энергии имени Курчатова. Я смотрю на город позади себя, слышу его утренний шум. Знаешь, слышу, как вот эти будни просыпаются вместе с солнышком. И вспоминаю свои первые выходы как мобильного корреспондента. Первые попытки выйти в прямой эфир со стримов. И думаю, наверное, все-таки совершенно удивительно себя сейчас чувствует Саша Кононов. Но об этом мы поговорим немножко позже. Дождемся, пока он подготовится. А сейчас предлагаю вспомнить вообще, каково это было. Что значит выходить в эфир? Это невероятные эмоции. Ты знаешь, когда каждый раз, сколько бы выхода в прямой эфир у тебя не было, пусть это будут мобильные включения либо взаимодействия с оператором, лично у меня в каждый раз все равно подкашиваются ноги, я чувствую дрожь в коленах. Это даже иногда больше эмоций вызывает, чем первая любовь. Ничего себе. Так возможно, потому что выходить в эфир – это твоя первая любовь. Именно поэтому я жду не дождусь посмотреть, что нам расскажет Саша Кононов, потому что потом хочу у него спросить, ну как тебе было. Поэтому прямо сейчас доброе утро. Доброе утро, Саш. Доброе утро, коллеги. Прямо сейчас я нахожусь в самом центре города Симферополя, на площади Ленина. Погода, как вы видите, прекрасная. Только-только встало солнышко, оно светит ярко, периодически и кое-где попадаются тени, но это не страшно. Тем более, что, посмотрите, город расцветает, постепенно жители появляются здесь, машины начинают свое движение. Я нахожусь прямо возле Ленина. Здесь вы можете видеть прекрасные цветы. Все очень чистенько, очень аккуратно, убрано. И сегодня, кстати, праздник, с которым, как ни странно, связывают окончание лета. Это день пчеловода. Пасечники в этот день собирают в ульях первые медовые соты. Строгим блюстителем обычаев только теперь разрешается есть этот мед. Кстати, сегодня ожидается ясная погода. Температура сейчас уже 26 градусов. Пока еще комфортно. Можно находиться и на солнце, и в тени. Но уже ближе к 12, а то и к часу температура прогреется до 37 градусов. И я думаю, что следует напомнить о пожароопасности в наших лесах. Друзья, сохраняйте природу, берегите ее и приумножайте. Кстати, будет, я думаю, что не лишним, будет не лишним порекомендовать вам захватить головные уборы. Потому что солнечный удар это штука опасная. Помимо всего прочего, возможно, будет даже не лишним прихватить с собой и солнцезащитный крем. Кстати, вот то, что брать сегодня с собой не рекомендуется, так это зонт. Потому что сегодня осадков не ожидается вообще. Если же, я напоминаю, что все-таки лето у нас, да, друзья? Если же у вас есть такая возможность отдохнуть, то я рекомендую вам, конечно же, выехать на природу, на море, позагорать, покупаться. Но ни в коем случае не стоит пренебрегать тем, что температура моря у нас сейчас 26 градусов. А это значит, что там могут развиваться вредоносные бактерии. И поэтому водными процедурами не стоит злоупотреблять. В принципе, еще мы можем посмотреть вот красоты. Да, сейчас очень хорошо видно. На этом у меня все. Коллеги, передаю вам слово. Говорили про Альфреда Хичкока, и поэтому нельзя не вспомнить про другую легендарную личность, которая тем более начинала свою карьеру на сцене Русского драматического театра в Симферополе. А кто это? Так, ну что, даже гадать не будем. Ну, так уж и быть. Так и скажу. Фаина Раневская. Тем более, что про нее сняла сюжет наш корреспондент Ольга Литвиненко. Работаю как лошадь. Бегаю, хлопачу, выпрашиваю, выспрашиваю, выпрашиваю, очаровываю. Имя великой, неповторимой, легендарной Фаины Раневской знакомо каждому. Но мало кому известно, что именно в Симферополе на афишах вместо Фаины Фельдман впервые появилась Фаина Раневская. Вот на эту сцену выходила еще совсем молодая актриса Фаина Раневская. В то время сложно было предположить, что спустя десятилетия она станет одной из великих актрис 20 века. В Крым Фаина приехала в 1918 году вместе с актрисой Павлой Вульф из Ростова. Именно роли в спектаклях на сцене Симферопольского театра определили будущее амплуа актрисы. Открылся сезон спектаклям «Ревизор», а одной из следующих премьер был спектакль «Вишневый сад», в котором, конечно же, в главной роли блистала Павла Леонтьевна Вульф, а Шарлотту играла ее ученица Фаина Фельдман. Вот вскоре после этого она как раз и берет псевдоним Раневская. Эта роль определила будущее одной из главных тем в творчестве актрисы. Это тему одиночества и душевной непрекаянности. Совсем небольшой уголок в театре имени Горького отведен воспоминаниям о Фаине Раневской. Афиши спектаклей, фотографии молодой актрисы, мемуары Павлы Вульф. Сохранился и дом, в котором она жила в Симферополе. Пять лет в Крыму стали для Раневской самыми жуткими. Пять минут эти неспешным шагом от здания на улице Самокиша к театру. Но этот маршрут будущей актрисе запомнился на всю жизнь. В своих воспоминаниях она так описывает дорогу. По дороге умершая, опухшая, умирающая. Это был страшный период в истории Крыма. Бушевала гражданская война, власти постоянно менялись, эпидемии тифа и холеры уносили ежедневно сотни жизней. Театр не отапливался. Актеры болели, голодали, но не прекращали выступать. По возможности им старался помочь поэт Максимилиан Волошин. Он некоторое время был членом художественного совета театра и очень опекал Вульфю Раневскую. Он их подкармливал, насколько это было в его силах. Волошин приносил хамсу, которую жарили на Касторовом масле. Это издавало страшный запах. Раневская убегала в соседний двор. Крымский период закончился для Раневской в 1923 году. Из Симферополя она с трупой отправилась в Казань. В своем дневнике Раневская вспоминала Крым 20-х годов как один из самых особенных периодов в своей жизни. Страшное, неповторимое, красивое время. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Знаешь, вот, Саш, я тебе не признавался, но я с детства мечтал стать большим бизнесменом. Ну, возможно, IT-корпорацию иметь или что-нибудь такое. Неплохая заявочка. Обычно там кто-то космонавт, кто-то летчик. Я, например, в перспективе должна была быть президентом. Да, почему бы должна была. Кто еще знает. Но в любом случае про бизнес, про политику сейчас не с кем говорить. Вот про бизнес поговорим с нашей гостей. С нашей гостей. Прямо сейчас мы к ней пройдем, а у нас в гостях сегодня все потому, что Анна Стародубцева, основатель и организатор бизнес-форума «Крымская неделя бизнеса». Ну вот, заодно сейчас и узнаю, с чего мне правильно начать будет, потому что все-таки сама понимаешь. Я думаю, Анна нам сама и сподскажет. Начинать нужно пораньше. Доброе утро. Доброе утро. Анна, расскажите, пожалуйста, в таком состоянии сейчас бизнес на полуострове, то есть как развивается эта сфера деятельности? Сфера деятельности наша? Да, ну, ряда организаций вообще. Чем мы занимаемся? Бизнес-образование, то есть развитие. Наша задача развивать бизнес Крыма, давать ту информацию, те новинки, те торренды, которые помогут крымским предпринимателям и бизнесу развиваться и становиться сильнее, более конкурентоспособными на этом рынке. Так, ну вот, хотелось бы подробнее поговорить, развиваться. Ну и как первые шаги вообще? Малый бизнес, средний бизнес в Крыму получается или стоять на ногах сейчас? Получается, получается стоять на ногах у проактивных, да, те, которые действуют, которые постоянно пробуют, которые учатся не только на своих ошибках, да, еще изучают ошибки тех, кто уже добился результата. Вот как раз наша задача, одна из основных, показывать опыт других, показывать то, каким образом они достигли результата, достигли той цели, да, достигли тех оборотов. Все-таки бизнес – это про деньги, да, будем говорить про это. Вот, естественно, миссия, цель важны, но в основном, основное, да, это деньги, ради чего предприниматели занимаются этим всем. Но часто это уходит из виду, и бизнес называется, как очень популярно сейчас, самозанятость. Да, самозанятость у нас такой небольшой мини-бизнес. Как раз основная проблема, да, с которой сталкивается сейчас, трудность какая, это то, что тяжело перейти с этапа малого бизнеса, такого семейного, да, можно сказать, бизнеса, на более глобальный, то есть, что необходимо сделать, какие шаги, чтобы выйти на новый уровень. И как раз вот по всем аспектам бизнеса, которые основные, мы даем, как сказать, как кирпичики, да, выстраиваем отдельно про маркетинг, про продажи, про менеджмент, про автоматизацию, про идти, по всем вот этим сферам проходимся. И, естественно, благодаря этим знаниям получаем просто колоссальные отзывы, и это действительно радует, ведь бизнес за то время нашего существования, с нами выросли молодые стартапы, да, которые сейчас просто там отели, которые имеют уже холдинг, которых в управлении несколько отелей. Ребята, которые начинали просто был фрилансером, сейчас у него классный бизнес. Поэтому я считаю, что если смотреть позитивно, да, если стакан наполовину пуст, то, естественно, можно говорить, что есть какие-то проблемы. Но мы все-таки за созидание, за положительные, да, аспекты. И, естественно, эти положительные аспекты везде видны, и это видно по самому модернизации Крыма. Все-таки стоит опираться сейчас на какой-то свой личный опыт, хотя вы говорили, что нужно смотреть не только на свои ошибки, но и ошибки других людей, или опираться на те секреты успеха, которые используют ряд европейских стран, допустим. Возможно, есть схемы уже, да, рабочие. А реализуемы ли в Крыму, знаете, такие рабочие схемы, которые... Реализуемы, и, как зачастую говорят, очень популярно, да, у нас своя специфичная специфичность. И так говорит буквально каждый регион. Мы общаемся с разными регионами, с разными странами. В Ирландии то же самое, у них своя специфика, нам никто не поможет. Но на самом деле нет смысла изобретать велосипед заново, уже есть испробованные темы. Да, необходимо адаптировать, необходимо смотреть то, что тебе ближе, да. Не нужно слушать там всех подряд и применять. Вот я его послушал, я стопроцентно на себя хочу это затащить, посмотреть, как будет работать у меня. Это тоже не работает. Нужно смотреть по себе, потому что бизнес, он имеет душу своего создателя, да. Тот, кто вкладывает свою энергию. Вот если энергия откликается, человека, который там дает вам эту схему, да, рабочую, тогда пробуйте. Если нет, возьмите несколько элементов, несколько шагов, и тогда посмотрите, у вас пойдет или нет. Нет, ошибка – это то, что на слово верят сразу, да. То есть вот я попробовал, я взял все то же самое, ничего не изменил, у меня не работает. Ну, отсюда и появляются вот эти недовольства. Я лучше сам на своих ошибках буду учиться, пробовать. И получается ситуация очень смешная, да. Это если раньше смотреть. Раньше у нас тоже не было мобильных телефонов, и как-то обходились, да, люди жили и не думали о том, что им что-то мешает. Но если посмотреть на сегодняшний день, ситуация какая. У нас очень много технологий, много новинок. Если закрываться от этой информации, да, можно жить, можно как-то строить бизнес. Но те бизнесмены, которые будут использовать эти технологии, естественно, они будут на шаг впереди конкурентоспособнее. Бизнес, который не будет использован новинки, а будет по старинке работать, ну, естественно, он не просто не перейдет из вот этой фазы малого бизнеса выше. Ну, и финальный вопрос, немножко по этике хотелось бы добавить. Очень часто слышу фразу а-ля «бизнес – это не для души, а исключительно для денег». Как вы считаете, возможно, на успех обречен лишь тот бизнес, который начинает человек, который действительно любит это дело, и видит себя в нем не только как предпринимателя, поднимающего прибыль, но и как человека, реализующего себя в этой сфере? Или все-таки нужно вот переступать уметь через себя? Нет, это обязательное условие, это чтобы была душа, да, и то же самое можно говорить про мой бизнес, про бизнес наших клиентов. Это необходимо любить то, чем ты занимаешься. Если не любишь, а только про деньги, ну, год-два он поработает, вырастет. Для кого-то это тоже хобби, да, он выращивает бизнес, зарабатывает максимум денег и на пике прибыльности продает. Это тоже может быть, но все-таки про то, что душу вкладывать – это обязательно. Только тогда будет успех. Спасибо большое. И напоминаю, что в гостях у нас была сегодня Яна Стародубцева, основатель и организатор бизнес-форума «Крымская неделя бизнеса». Ну, а пока я сижу и размышляю, есть ли место среди бизнес-окол для молодого и перспективного ведущего, я предлагаю вам посмотреть следующую рубрику. Тем более, что мы подобрали для вас самые горячие ролики из крымских социальных сетей. Жаркие ночи. В Севастополе неизвестные подожгли несколько автомобилей. На кадрах видно, как сильное пламя полностью охватило кузов одной из машин. Она, по всей видимости, была первой. В десяти метрах от нее позже загорелось второе транспортное средство. Причина и цели поджога неизвестны. Благо, что никто не пострадал. Радикальный пешеход. Переходить дорогу в неположенном месте не только незаконно, но и небезопасно. Именно поэтому поступок героя следующего видео вызывает исключительно недоумение. Пожилой мужчина решил неспешно пересечь магистраль, совершенно не обращая внимания на проезжающий мимо транспорт. Автор видео, один из участников происшествия, едва успел притормозить. Нарушитель тем временем пошел себе дальше, как ни в чем не бывало. Будьте внимательны на пути. Тормозить надо с умом. Фура на Николаевской трассе стала показательным примером того, почему сбрасывать скорость нужно спокойно и заранее. Тормозные колодки автомобиля не выдержали нагрузку, перегрелись и воспламенились. В такие моменты становится ясно. Огнетушитель на борту – не просто прихоть инспектора ГАИ, а необходимость. Иначе искрометные виражи могут закончиться пожаром в салоне. Пока в одной части города кипит масштабная реконструкция набережной, в другой река больше напоминает южные тропики. А если добавить в уравнение отсутствие ограды, изношенность плитки и состояние остановок в сумме получим неприспособленную для отдыха и прогулок территорию. Впрочем, не все пользователи согласны с мнением автора. «Везде одновременный ремонт невозможен. Подождите, и скоро все изменится», – пишут комментаторы. Остановка «Призрак» – это не кадры из фантастического фильма, а реальная жизнь. В таком состоянии находится место ожидания в селе Мирное Симферопольского района. За толстым слоем мусора скрывается старый и ветхий бетон. Сооружение нуждается не только в уборке, но и капитальной реконструкции. Страшно представить, куда могут идти автомобили из такого пункта, пишут пользователи. Другие же утверждают – чисто там, где не мусорят. Ну, а я знаю, кто сейчас разбирается в водорожной обстановке, какая сейчас ситуация сложилась на дорогах Крымской столицы. Это Саша Коннов. Он сейчас находится в центре города. Саша, еще раз доброе утро. Да, коллеги, на часах уже 7.48. Прямо сейчас, как вы можете заметить, я нахожусь в машине. А это значит, что мы решили проинспектировать симферопольские пробки и узнать, что же сейчас происходит у нас на дорогах. В данный момент хочется сказать, что еще дорога не сильно загружена. Мы прямо сейчас находимся на проспекте Победы, возле самого кольца, где в основном и собираются пробки по утрам. Но пока что еще сильных пробок нет. Это можно вот заметить сейчас. Вот я покажу вам. Вот посмотрите, кольцо. Мы сейчас прямо проезжаем по кольцу на проспект Победы. Вот так вот сейчас я поверну всем, чтобы было видно. И обстановка довольно-таки прекрасная, не сильно загруженная. Ну, это, наверное, потому что до сих пор еще лето. Некоторые не приезжали со своих отпусков. Родители еще не начали суетливо развозить своих детей в школы. И, конечно же, с приближением осени ситуация на дорогах будет меняться кардинально и, возможно, не в лучшую сторону. Водителям, скорее всего, придется выбирать какие-то обходные пути, обходные тропы. Я рекомендую настоятельно воспользоваться специальными навигационными приложениями. Их можно найти в любом телефоне. Вот. Но пока что, пока что все очень хорошо. Все... Ну, спасибо, Саша. Спасибо, Саша. Хочется отметить, что на самом деле сейчас можно увидеть пробки много, где не только в центре крымской столицы, а и в ряде других регионов, и не только в городах, особенно если ты добираешься к какому-нибудь приморскому такому курорту, да? А я думаю, к чему же ты ведешь? Ну да, да, возможно. Но, тем не менее, наши корреспонденты сквозь пробки, и, поверь, знают о нас в собственном опыте, вот мне никто не даст соврать, сквозь пробки, сквозь непогоду, да даже сквозь снег и такое бывало, добираются к месту своего путешествия. Я тебе больше скажу, они не только добираются к месту путешествия, они снимают там сюжеты, они находят интересных героев, выкладывают потом эти видеоролики в сеть. Да, и я вот хотел сказать, что поэтому иногда, сидя и составляя следующую рубрику, сидишь и думаешь, как хорошо, что сегодня никуда не поехал, потому что, вы знаете, при помощи интернета можно попасть, переместиться практически куда угодно, и вот поэтому приглашаю вас с нами посмотреть, что там произошло в сети. Жительница острова Уайт ведет необычный блог. В нем главная героиня выполняет повседневные задания в свадебном платье. Она носит его постоянно во время уборки, приготовления пищи и даже на занятиях сапсерфингом. Сама женщина говорит, что пока не планирует менять свой наряд. Американец выполнил сложный трюк, перепрыгнув через спасателя. Дерзкая идея пришла парню во время отдыха с друзьями. Он разбежался и, перелетев через человека, нырнул прямо в бассейн. Необычная фигура удивила пользователей социальных сетей. Изобретение, созданное японским скульптором и математиком, ставит в тупик практически всех. Стрелка устройства показывает только направо, как бы ее ни крутили. Невероятные кадры жизни Нью-Йорка в замедленной съемке. Во время своей поездки к друзьям режиссер Глен Варрис запечатлел будни города. Видео замерло буквально все, начиная от посетителей центрального парка до покупателей в маленьких магазинчиках. Кофейня в одном из старых районов Ханое во Вьетнаме привлекла внимание местных жителей и туристов своим оригинальным мусорным дизайном. В заведении можно не только выпить любимый напиток, но и посмотреть, как использовать в интерьере старые колеса, бутылки и многое другое. Владелец рассказал, что ему хотелось сделать свое заведение не просто необычным, а экологичным. Главная героиня ролика, видимо, хотела научиться играть на гитаре, но по понятным причинам у этой панды ничего не получилось. Дело в том, что начинающий музыкант не смог найти настоящий инструмент и заменил ее куском дерева. Энтузиазм животного не может не вызвать симпатии. Если хотите превратить купание детей в приключения, тогда доверьте это дело папе. Вот и тут в ванной комнате появилось настоящее мыльное укрытие. Малыши явно в восторге от такого развития событий. Находимся на крыше жилого комплекса Альфа. Александр Ткачев успел побывать на морском побережье. Гидроциклы, скутеры или аквабайки. Сегодня без этих рычащих монстров невозможно представить ни один крымский пляж. Солнце, море, а главное скорость. Что еще нужно для счастливого лета? И все это можно найти в водномоторных видах спорта. Для кого-то виражи на воде это просто развлечение, а для Давида Джологуа образ жизни. Он мог бы купить квартиру, но на эти деньги подчинил себе ветер и волны. Что внутри, какое сердце у этого коня? Ну здесь стоит 900-кубовый мотор двухтактный с двумя карбюраторами. Вот, давайте я вам покажу. Вот здесь карбоновый корпус, что два карбюратора, два цилиндра. Этот водный мотоцикл развивает скорость до 200 км в час, весит почти 3 центнера. Однако, несмотря на массу, не тонет ни при каких обстоятельствах. Машину приводит в движение водомет, а управляет ею не столько руль, сколько ловкость спортсмена. Именно это и привлекает Давида в аквабайке. Чем отличается сидячий гидроцикл от стоячего? Сидячий гидроцикл и стоячий гидроцикл – это совершенно разные гидроциклы. Это как сравнить мотоцикл с квадроциклом. То есть двухколесный, четырехколесный. Здесь больше ты работаешь с координацией, с весом тела. Стоячие водные мотоциклы предназначены для трюков, сальто, кульбитов и крутых виражей. Сидячие подойдут для прогулок по воде и семейного отдыха. Но в любом случае аквабайк требует специальной экипировки. Будь ты профессионал, будь ты просто любитель, в любом случае ты должен всегда надевать спасательный жилет. Далее шлем. И перчатки используются для большего зацепа с рулем. Также используется ключ. Ключ надевается на руку. Это чека так называемая. Без нее гидроцикл не реагирует на старт. Не получится оседлать стального водного коня и без хорошей физической формы. Традиционно спортсмены начинают свой день с подтягиваний и отжиманий. Закачивается спина, руки, закачивается торс, ноги, задняя часть, соответственно, плечи. И ты постоянно находишься в работе. Покажешь нам что-нибудь? Да, конечно. Крымские водные просторы стали настоящим открытием для спортсменов с материка. Наше западное побережье, по их мнению, как нельзя лучше подходит для развития водно-моторных видов спорта. Традиционно мы проводим фестиваль Jet Camp, который называется в городе Сочи. Вот уже пять лет мы его проводили. В этом году мы будем проводить шестой фестиваль. Сюда мы приехали, чтобы посмотреть место, посмотреть воду, организацию, чтобы пощупать, так сказать, в 2019 году площадку и подумать о том, чтобы, возможно, в 2020 году фестиваль перенести в Крым. Полуостров конкурировать с Кавказом готов. Ведь у нас есть и сильные аквабайкеры, и все необходимое для проведения такого фестиваля. Александр Ткачев, Александр Смычек. Утро нового дня. Не просто так мы появляемся под звуки фанфар. Ну, в прямом смысле, потому что уже час прошел. Значит, что ровно в 8 утра сейчас. Но мы будем с вами еще целый час. В прямом эфире сразу на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым24. И это утро с вами. Артем Андроновский, Александр Карнович. Еще раз доброе утро. Если у вас есть какие-то еще незаконченные дела, самое время их закончить, потому что, как сказал Артем, в 8.00 самое время выходить из дома все-таки, чтобы успеть вовремя добраться на работу. Тем более, про пробки мы вам уже рассказали. А если есть не начатые, то самое время начинать их делать, потому что даже если вы работаете, ну, скажем, не в 9, а в 10, до выхода осталось совсем немного времени. Поэтому, как говорит Александра, украду у нее реплику, заваривайте себе вкусные салатки, чай, стартуйте утро вместе с нами, ну, либо уже заканчивайте свой утренний сбор вместе с нами, а мы постараемся тем временем сделать все, чтобы утро было максимально бодрым, максимально продуктивным, а главное, чтобы вы везде успели. И сейчас я немножко продолжу дорожную тему, как раз-таки про час пик без движения. В разгар курортного сезона при въезде в Евпаторию образуется пробка длиной в несколько километров. А все потому, что люди останавливаются, пытаются подкормить голубей, голубей, ну, голубей, наверное, тоже, а лебедей, чего делать, категорически не рекомендовано, потому что, во-первых, мало кто знает, чем их нужно кормить, что нельзя кормить их хлебом, допустим. Но, во-вторых, это создает действительно большую транспортную проблему. И вот как она будет решаться, узнавала Анастасия Красавина. В час пик из города через пробку. Анисия Бабак работает на железнодорожном переезде несколько лет. Ее пост в начале транспортного затора. Уверяет, участок стал проблемным только в этом году. Причина – никак не движение электричек, а большое количество транспорта. Ну, сейчас лето, сейчас, конечно, если на моей улице по три автомобиля возле каждого дома, то, естественно, пробки будут. А тем более сейчас, когда сезон. И, естественно, там можно и 40 минут, и час стоять на этом участке. Дорога с южного берега Крыма и центра полуострова в город одна. По одной полосе движения в каждую сторону. Транспортная развязка не справляется с увеличившимся потоком машин. Их в городе за последние годы стало в два с половиной раза больше. В Евпатории на одного местного жителя приходится около 10 туристов. Поэтому в разгар курортного сезона трафик увеличивается в разы. А при въезде в город в час пик образуется пробка длиной в несколько километров. Одна из причин образования пробки – желание людей остановиться у достопримечательностей города – озера с дикими лебедями. Припаркованные у обочин машины создают помехи движению транспорта. А водители в попытках сделать памятное фото на ходу, снижают скорость до минимума. Немедленно уберите автомобиль, находящийся в зоне действия дорожного знака. Остановка запрещена. Прекратите право нарушения, товарищи водители. Проблему решают силами ГИБДД. Дорогу патрулируют ежедневно. Год назад на этом участке установили дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим и пешеходные ограждения. Но правила продолжают нарушать. Сотрудники ГИБДД несут службу как в режиме ручного регулирования, так и в режиме патрулирования. Кроме того, применяется прибор для фиксации нарушений правил остановки стоянки «Паркон». Прибор фиксируют нарушителей на видеокамеру. Штрафы водителям приходят по почте. За остановку в неположенном месте каждый заплатит по полторы тысячи рублей. Анастасия Крапивина, Андрей Еремезин. Новости 24. Евпатория. Собственные квадратные метры и право на счастливую жизнь. За последние три года в Женкойском районе десятки сирот получили свое собственное жилье. Но проблема тем временем не решена, потому что еще около сотни до сих пор остаются без личной крыши над головой. Ну а с теми, кто чувствует себя уже настоящими хозяевами, кому это только предстоит, пообщалась Евгения Довжик. До 15 лет Василий не знал, что такое семейный очаг и домашний уют. Лишенный родительской опеки, он скитался по приютам. А в 10 лет оказался в семье религиозных фанатиков. Целыми сутками мы сидели дома с сестрой. Выходили максимум за хлебом, то есть чисто в магазин. И вот в таких условиях воспитывался вплоть до где-то 15 лет. Настоящую заботу Вася почувствовал только под опекой Елены. К ней в семью, где уже воспитывались приемные дети, мальчик попал в 2015 году. Сегодня он студент второго курса педагогического института. Через два года станет учителем младших классов. В очереди на квартиру сирота стоит с 14 лет. В очереди продвигается как бы не особо быстро, но все же я надеюсь, что это просто регулируется. И тогда, когда мне уже жилье будет необходимо, то есть оно будет. Долгое время квартирный вопрос волновал и Женю Семанчева. В очереди на получение жилья он стоял больше 7 лет. В этом году стал счастливым обладателем однокомнатной квартиры. Собственная обустроенная кухня, ванная комната с душевой кабиной и встроенный шкаф-купе. Что еще нужно молодому человеку в 25 лет? Собственную квартиру в 30 квадратных метров Евгений получил в конце прошлого месяца. Пока Женя только осматривается и раздумывает, как расставить мебель для уюта, работы и увлечений. Вот так вот стеночка, вот это будет под мои аквариумы. Ты разводишь рыб? Да, держу, увлекаюсь. Стол, кровать. Не знаю, наверное, не там, а здесь вот именно холодильник будет какой-то стоять. И все, мне больше ничего. Я один живу, мне хватит. А его соседка по подъезду, Юлия, уже перевезла в новую квартиру мебель. Жилье получила в прошлом году по договору социального найма. Через 5 лет сможет его оформить в собственность. Был ремонт, обои, там евроокна стояли, двери, как бы все было. Единственное, что мы поставили стенку здесь, ну, пока почихонечку обустраиваемся, купили кухню. Осталась спальня и можно отмечать новоселье. Программа по обеспечению жильем детей-сирот реализуется в Джанкойском районе с 2016 года. Всего за это время нам удалось приобрести 16 квартир. В ближайшие два месяца мы планируем докупить еще две квартиры. Это значит, что до конца года еще двое из тех, кто лишен родительской опеки, начнут осваивать собственные квадратные метры. На такую помощь от государства рассчитывают еще 100 жителей Джанкойского района. Евгения Довжи, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкойский район. Жизнь – это настоящее чудо. Тем более, только что появившееся на свет. Именно поэтому и существуют специальные камеры, в которых детям сохраняют жизнь, где проводят искусственную вентиляцию легких. И за последнее время были спасены десятки новорожденных жизней только за счет нового эксклюзивного оборудования. Которые установили в Симферополе. Именно об этом следующий сюжет. Это вот наши малыши, которые лежат в таких вот гнездышках. Это имитация маточки. Мы их переворачиваем каждые 2-3 часа. Ну, малыши, как правило, любят выбирать себе положение. Больше 400 недоношенных малышей выхаживают за год в перинатальном центре. Порой вес младенца едва достигает 500 граммов. В таком случае медикам без современного оборудования не справиться. Недавно закупили 6 новых кювезов – инкубаторов для новорожденных. На мониторе мы можем увидеть, что поддерживается постоянная влажность воздуха, постоянная температура воздуха внутри кювеза. Порой вес позволяет нам взвешивать ребёнка. То есть мы, не вынимая ребёнка из комфортной среды, можем узнать, сколько он весит. Они помещаются на ладони, питаются через трубочки. Тишину в палате нарушают только звуки аппаратов. Маленькая Майя всё это уже пережила. Реанимация и интенсивная терапия в прошлом. Сейчас она привыкает к материнским рукам. Что чувствовали? Страх. Очень страшно было. Что было неожиданно, очень быстро всё произошло. Но ничего. Почти два месяца в реанимации, и вот здесь уже две недели. Да. Но скоро уже домой. Некоторым детям ещё предстоит побороться за жизнь. После родов их экстренно перевозят в реанимацию на транспортных инкубаторах. Они всегда на готове. На сегодняшний день здесь выхаживают 12 недоношенных детей. Вот в таких кювезах они чувствуют себя словно в утробе матери. Ну а самый маленький пациент – это вот эта девочка. Она родилась на сроке 21 неделя. К весам всего 480 граммов. Такие малыши самостоятельно дышать не могут. Одно из последних приобретений – аппарат искусственной вентиляции лёгких. Он незаменим на первых порах. Выставить поток воздуха, выставить его чистоту дыхания, отрегулировать глубину дыхания и добиться тех параметров, то есть практически 100% сатурации, то есть как раз обогащение крови кислородом, которое необходимо для новорождённых, для его роста и развития. Кювезы, эндоскопические стойки, ультразвуковые системы – всё это приобретают за счёт Фонда обязательного медицинского страхования. С начала года 32 современных прибора появились в медучреждениях Симферополя, Белогорска, Керчи, Ялты и других населённых пунктах Крыма. Специальная программа действует с января 2016-го. Порядка 200 единиц медицинского оборудования было уже приобретено с 2016-го года на сумму 360 миллионов рублей. Более 39 медицинских организаций получили такую технику. 60% приобретений направляется в поликлиники и ФАПы. Кроме того, деньги из фонда идут и на повышение квалификации врачей. Елена Байрамова, Олег Черемисин, Новости 24. 16. Повторю ещё раз, 16 этажей высоты. Думаете, страшно? Нет, нисколько. Всё потому, что когда перед тобой открывается настолько роскошный, не побысь этого солового вид, панорама захватывает дух, и ты не думаешь ни о чём, кроме того, насколько же прекрасно выглядит Симферополь. Так что спасибо жилому комплексу «Альфа» за возможность взглянуть на родной город с непривычного ракурса. Я больше скажу, что это утро у Артёма Антарнуского было особенным, потому что на этот 16 этаж он поднялся пешком, и всё потому, что он просто хотел насладиться не только этими видами, но и продуктивным, так скажем, утром, сразу начав с разминки. Да, и знаешь, вот я тоже думаю, что мы сейчас с небольшой разминки подошли к погоде, потому что нам-то отсюда всё видно, а вот зрителям, которые собираются и пока что допивают свой ароматный чай, желательно узнать, как сегодня одеваться. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Когда утро начинается с такой обстановки, вот таким вот образом, и плюс ещё подчёркивает всю эту красоту, хорошая погода, то очень хочется думать о прекрасном. А вот доставщик пиццы из Уфы, ему хотелось думать не только о прекрасном, а в первую очередь материальном. Но не удалось, потому что его уволили с работы только из-за того, что парень заикался. То есть как сложилась ситуация? 24-летнего Николая Морозова в детстве сильно напугали, но как это очень часто бывает, в связи с чем, потом у человека выработался дефект речи. Так вот, Коля руки не опустил, много лет работал, трудился и поваром, и курьерил. Но была одна проблема, его очень часто восстанавливали на дорогах, потому что считали, что он пьяный. Дело в том, что когда в очередной раз его задержали правоохранительные органы, и ему пришлось задержаться, он не вовремя доставил пиццу, то его посчитали плохим курьером и уволили с работы. Но дело в том, что он уже из хорошего, он уже нашел более понимающих работодателей, с которыми сейчас он просто продолжает доставлять еду и надеется, что в этот раз ему повезет больше. Знаешь, на самом деле, вот удивительная ситуация, потому что, казалось бы, всего лишь дефект речи, но заставляет людей сомневаться. И неужели с собой никого будет вынужден носить документ, знаешь, подтверждающий, что да, вот запротоколировано медицинский, я заикаюсь, и это норма. Ну, действительно, нужно учиться доверять. Ну, а с другой стороны, проверять порой тоже бывает полезно, потому что иногда люди заикаются от волнения, возможно, что-то перевозят с собой или подобное. Поэтому, конечно, обе стороны можно понять в этом конфликте, в этой проблеме. Но все-таки хотелось сказать, что вот по поводу работы курьером. Ты знаешь, что, оказывается, есть люди действительно увлеченные этой профессией и действительно понимающие, что в ней есть определенного рода кайф? Не побоюсь этого слова. Я уверена, что так и есть. Потому что ты, особенно если ты живешь в большом живописном городе, допустим, ты постоянно на своем байке, на велосипеде, на мопеде, возможно, даже на доске путешествуешь по старым, по маленьким улочкам, обижаешь пробки и получаешь неплохие чаевые за то, что ты еще и успел вовремя. На самом деле, да, это работа, к которой стоит относиться по-разному. В том плане, что в первую очередь я считаю, что никакую работу ни дворника, ни человек, который моет посуду, никакую нельзя ни в коем случае осуждать либо считать недостойной, потому что самое главное, что человек сам зарабатывает и то, каким он это образом делает, это его личное дело. Главное, что неприступными методами, конечно. Конечно, ну и да, стоит сказать, что в любом случае все мы ждем того момента, когда тяжелый труд останется позади, да, и я думаю, что человек будет свободен от обязанностей трудиться больше, чем это нужно на самом деле. И, в общем, хотелось бы рассказать, почему я к труду вообще подвожусь, потому что у меня есть история про вещь, нажитую, наверное, не по сильным трудам. Ну, ты знаешь, что можно купить просто дорогой телефон, а можно сделать так, чтобы он был в десятки раз дороже. То есть? Ну, например, какую-то гравировку на нем заказать очень дорогую или инкрустацию какую-нибудь. Ну, можно, но мне почему-то кажется, что это все лишнее. Хотя со мной многие не согласятся. Вот, например, да, 36-летний житель Москвы Александр Лазарев не согласился бы с тобой, потому что у него украли, ну, казалось бы, смартфон, так еще и коллекции не этого года. Но только он был общей стоимостью в 400 тысяч рублей. Ничего себе! А тебе было золото или как вообще? Да, ну вот он был фактически из золота. Дело в том, что у него была инкрустация с Пасской башней. И, как я понимаю, она была выполнена, возможно, из дорогого металла, возможно, из камней. Но в любом случае телефон старый, а вот стоимость фактически полмиллиона. Ну, это, как потерять дорогие качественные часы, тоже, мне кажется, равносильная потеря. В любом случае, если он уже, как, апгрейдил, так скажем, свой телефон, обычный смартфон до того, чтобы он стоил 400 тысяч, то придумает способ, как купить себе новый. Да, ты знаешь, здесь в утешении ничего, кроме какого-нибудь острого словца, и не скажешь. Кстати, не зря я об этом вспомнил, потому что речь зашла о мастерице острых слов. Догадываешься о коме? О Фаине Раневской, я так думаю. Совершенно верно. И вот о ней подробнее расскажет Ольга Литвиненко. Работаю как лошадь. Бегаю, хлопачу, выпрашиваю, выспрашиваю, выпрашиваю, очаровываю. Имя великой, неповторимой, легендарной Фаины Раневской знакомо каждому. Но мало кому известно, что именно в Симферополе на афишах вместо Фаины Фельдман впервые появилась Фаина Раневская. Вот на эту сцену выходила еще совсем молодая актриса Фаина Раневская. В то время сложно было предположить, что спустя десятилетия она станет одной из великих актрис 20 века. В Крым Фаина приехала в 1918 году вместе с актрисой Павлой Вульф из Ростова. Именно роли в спектаклях на сцене Симферопольского театра определили будущее амплуа актрисы. Открылся сезон спектаклям «Ревизор», а одной из следующих премьер был спектакль «Вишневый сад», в котором, конечно же, в главной роли блистала Павла Леонтьевна Вульф, а Шарлоту играла ее ученица Фаина Фельдман. Вот вскоре после этого она как раз и берет псевдоним «Раневская». Эта роль определила будущее одной из главных тем в творчестве актрисы. Это тему одиночества и душевной непрекаяности. Совсем небольшой уголок в театре имени Горького отведен воспоминаниям о Фаине Раневской. Афиши спектаклей, фотографии молодой актрисы, мемуары Павлы Вульф. Сохранился и дом, в котором она жила в Симферополе. Пять лет в Крыму стали для Раневской самыми жуткими. Пять минут эти неспешным шагом от здания на улице Самокиша к театру. Но этот маршрут будущей актрисе запомнился на всю жизнь. В своих воспоминаниях она так описывает дорогу. По дороге умершая, а пухшая – умирающая. Это был страшный период в истории Крыма. Бушевала гражданская война, власти постоянно менялись, эпидемии тифа и холеры уносили ежедневно сотни жизней. Театр не отапливался. Актеры болели, голодали, но не прекращали выступать. По возможности им старался помочь поэт Максимилиан Волошин. Он некоторое время был членом художественного совета театра и очень опекал вульфию Раневскую. Он их подкармливал, насколько это было в его силах. Волошин приносил хамсу, которую жарили на касторовом масле. Это издавало страшный запах. Раневская убегала в соседний двор. Крымский период закончился для Раневской в 1923 году. Из Симферополя она с труппой отправилась в Казань. В своем дневнике Раневская вспоминала Крым 20-х годов как один из самых особенных периодов в своей жизни. Страшное, неповторимое, красивое время. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Утро нового дня. За последние годы, хотелось бы мне сказать, Саша, но все-таки попрошу тебя сказать первое, вдруг что-то важное. Я просто хочу рассказать, что больше, ты представляешь, что больше ста профессий уже скоро собираются признать архаичными. То есть ряд таких специальностей, которые казались для нас бы классическими, они все отходят на задний план. То есть все все-таки становится историей. Ну, это естественно, потому что и мы когда-нибудь будем историей, но сейчас не об этом. А да, на эти профессии просто никто больше не поступает. Вот их собираются просто исключить из учебных программ. И тут я прошу всех консерваторов и консервантов быть попроще и поспокойнее. Потому что, ну, знаешь, всегда вспоминаю еще школьные годы, когда мы много печатали на компьютере, и нам говорили взрослые, вот, ручкой уже никто не пишет, уже совсем не умеете ничего делать. А знаешь, что я на это им отвечал? Я говорил, а вы мне, пожалуйста, напишите что-нибудь с клинописью. Потому что еще каких-то пару тысяч лет назад это был, ну, невероятно важный и элитный навык. Я тебе больше скажу, что сейчас, когда смотришь ряд европейских фильмов, там вообще ребята, ну, как бы, нередко обыгрывается тот момент, что молодые люди, подрастающие поколения, просто не умеют писать с ручкой. И это не так страшно, как кажется, потому что, как пел Боб Дилан, не бойтесь того, что времена меняются, ведь вы когда-то пришли в такой же период. Поэтому предлагаю, на самом деле, перейти вот от чего-то такого поэтичного, знаешь, от чего-то интересного к не менее поэтичной рубрике, которая расскажет вам о том, куда вы можете сходить сами, а может быть, сводить свою вторую половинку или близких людей. Сальвадор и Дали священное послание. Выставка с таким названием проходит в Симферопольском художественном музее. Среди экспонатов серия литографий на библейские темы. Коллекция включает в себя иллюстрации к Ветхому и Новому Завету. Такого собрания работ нет ни в одном российском музее, что позволяет без преувеличения назвать данный проект уникальным. На больших экранах комедия от Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Сюжет основан на череде событий, произошедших в 1969 году. Известный актер Эрик Далтон вместе со своим дублером Клиффом Бутом пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии. Также на экранах фильм для всей семьи «Дора и затерянный город». Детство девочки прошло в джунглях, которые исследовали ее родители. Однако никакие приключения не помогут подготовиться к главным проблемам старшей школы – соперничеству и зависти. Вдобавок, внезапно пропадают родные героини. Сможет ли ребенок вновь обрести свою семью? Смотрите на больших экранах. В кино продолжается боевик «Форсаж», «Хоббс и Шоу». Чрезвычайная ситуация вынуждает работать в команде двух врагов. Люк Хоббс – элитный спецагент США, а Декард Шоу – британский пижон и бывший сотрудник разведки. Смогут ли они побороть вражду, когда на кону стоят жизни родных? Мелодрама «До скорой встречи». Перед началом Чемпионата мира по футболу карьера суперзвезды под угрозой из-за серьезной травмы. И это еще не все. Судьба преподносит спортсмену очередной удар и в этот раз прямо в сердце. Чтобы отвлечься, главный герой отправляется в путешествие по России, где неожиданно встречает любовь всей своей жизни. Насколько удивительна профессия корреспондента? Тысячу, наверное, сотни тысяч раз, ну нет, конечно, преувеличиваю, был в Евпатории. Но только когда поехал туда снимать путешествие по Малому Иерусалиму, я открыл для себя этот город по-новому и, поверьте, по-настоящему влюбился. В Евпатории вообще много прекрасного. И там происходит, есть не только на что посмотреть, но и поучаствовать в тех мероприятиях, которые там проходят. Об одном из них мы сейчас поговорим с нашим следующим гостем, предлагаю тебе к ним пройти. Да, конечно, и сразу идем. Чего? Да, тем более, что тема актуальная, и в первую очередь такая немножечко. Можно и подумать о том, как провести приятное время в свое удовольствие, потому что, опять же, в Евпатории будет проходить фестиваль «Гизлев Капусы». Совсем скоро он будет проходить три дня, если я не ошибаюсь. Доброе утро. Доброе утро. А я хочу представить сначала нашего гостя. У нас в гостях Эльдар Ибрагимов, депутат Евпатриевского городского совета. Доброе утро. Доброе утро. И, ну, если я уже начала про фестиваль, скажите, пожалуйста, когда он будет проходить и каким образом? Ну, фестиваль «Гизлев Капусы» — это открытый фестиваль республиканский, комско-татарской и тюркской культуры, который будет проходить в городе Евпатория. Называется «Гизлев Капусы». И будет проходить он 15, 16, 17 августа. Что можно будет увидеть, чем заняться, ради чего стоит поучаствовать в этом фестивале и приехать ради него в Евпаторию? Ну, 15 августа, прямо начиная с 8 часов утра, на пляже в городе Евпатория начнется борьба Куреш. Значит, это такое состязание, крымско-татарская национальная борьба, которая пройдет с 8 утра и будет проходить до вечера. Можно совместить приятное с полезным, наслаждаться спортивными состязаниями и купаться в море. Вместе с этим также планируется на этом фестивале такое мероприятие будет «Ашикские чтения». Это очень интересное такое мероприятие. Оно специфическое такое, его редко где можно увидеть. И это происходит уже 16 лет в городе Евпатория. «Ашикские чтения». Если перевести на современный язык, представьте, рэп-баттл только с участием национальных инструменталистов и поэтов, которые будут между собой состязаться на национальных инструментах и поэтические такие поединки будут. Вместе с этим одновременно, параллельно, будут проходить кружение дервишей. Такое тоже редко где можно увидеть. Все очень колоритно вы описываете, да? Да. Будет также принимать участие Энвер Измайлов. Это гитарист, который входит в десятку лучших гитаристов мира. Поэты, лучшие поэты вообще тюркского мира будут представлять, принимать участие на этих ашикских чтениях. Кроме того, на протяжении всего этого, значит, добудет сопровождаться детским вокальным конкурсом, вокально-танцевальный такой конкурс будет, называется «Алтенсес», который будет проходить на протяжении всего этого времени. На маршруте «Малый Иерусалим». Знаете, у нас в городе есть такой прекрасный туристический маршрут «Малый Иерусалим», который включает в себя многие культуры, которые переплетаются у нас в городе Эвпатория. И вот там расположена сцена, и там же будет проходить вот этот вокальный конкурс, где будут выбираться молодые талантливые исполнители. И финальные выступления, которые уже финалисты, будут выступать на галоконцерте, который будет проходить 17-го числа. Галоконцерт тоже – это такое особенное мероприятие, куда будут приглашены ансамбли и творческие коллективы почти со всех, ну, с многих республик Российской Федерации. А, даже масштабнее. Да, уже заявили о себе. Также будет такой хедлайнер «Учкудук» ансамбль, который к нам приедет из Средней Азии. Мы ждем их, и очень прекрасный такой ансамбль. Короче, гостей собрали со всей России, мне кажется, да? Со всей России, да. Со всего мира, я полагаю, вообще фактически, да? Ну, со всей России есть мир. И скажите, пожалуйста, то есть в три дня поучаствовать вообще могут все желающие, платно, бесплатно? Вот на что людям рассчитывать? Как ориентироваться? Да, ну, нужно будет только взять денежки для того, чтобы там передвигаться по городу, может быть, там что-то перекусить для себя, вот так, а все остальное будет… На свои потребности, да? На свои потребности, да. Вот об этом все сижу и думаю, кофе на песке будут готовить? Да. Только в Евпатории такое, мне кажется, просто можно попробовать. Я просто не видела, я не понимаю, что, о чем ты говоришь. Ну, это, как я понимаю, тюркский способ приготовления, да, когда на песке турка стоит и вот на раскаленном песке готовится. То есть чисто евпаторийская такая автохтонная вот особенность, которую в Крыму можно только там попробовать. Да, ну, пляж, где будет проходить вот Куреш, называется Лазурный берег. Пляж находится между озером Майнаки и Черным морем. Такая вот коса есть. Это такой высококачественный пляж, где и готовят и кофе, и где можно питаться хорошо, где можно отдохнуть нормально. Там пляж разделен на разные зоны. И там же готовят это кофе, о котором вы говорите. Интересно, но я обязательно попробовала только ради кофе. Мне кажется, я бы приехала, хотя каждому есть ради чего ехать. Вот скажите, пожалуйста, фестиваль же проходит не первый раз, да, вот в этом году? Или впервые? 16 лет подряд уже. 16 лет подряд. Ну и скажите, вот вообще с каждым годом собирается людей все больше, все меньше. Какова динамика? Ну, динамика разная, в зависимости от организации. В этом году фестиваль финансирует Министерство культуры Российской Федерации. Есть такая организация поддержки и развития крымско-татарской культуры и искусства, республиканская, крымско-республиканская организация, которая получила в этом году грант. И если вот в прошлые годы мы как бы этот фестиваль проводили собственными силами, силами европатерийского бюджета и силами предпринимателей, как говорится, да, то в этом году он и предприниматель в том числе, и еще и государственная поддержка. Поэтому оно планируется провести на высоком уровне. В этот раз мы очень сильный упор сделали на рекламу, на разъяснения, на популяризацию этого фестиваля, потому что это очень важно, так как раньше он, в некоторые годы он проводился, но об этом знали только те, кто его организовывает, и жители города Евпатория. Мы в этом году хотим пригласить весь Крым на этот фестиваль, потому что это стоит посмотреть, жемчужина Крыма, жемчужина этого нашего туристической жизни, республики Крым. Ну я больше скажу, что у фестиваля есть все шансы стать визитной карточкой Евпатория, потому что, чтобы вот и говоришь о том, что проходит он там, и сразу человека, ассоциации идут уже и с городом непосредственно, правильно? Да, и с городом, и с Крымом, и вообще, это же фестиваль крымско-татарской культуры. А крымские татары, само только название, крымские татары, такого нет нигде в мире. Только в Крыму у нас есть такой народ, который развивает эту культуру. Спасибо вам большое, спасибо за беседу и что пришли к нам сегодня в гости. А я напоминаю, что у нас в гостях был Эльдар Ибрагимов, депутат Евпаторийского городского совета. Да, ну, а я хочу сказать, что совсем не уделюсь, если данное действие станет действительно яркой жемчужиной в сети интернета. Тем более, что ежедневно там обновляются сотни видеороликов, сотни постов с фотографиями и прочим. Ну, что я рассказываю, давайте я вам лучше покажу самые интересные за последнее время. Жительница острова Уайт ведет необычный блог. В нем главная героиня выполняет повседневные задания в свадебном платье. Она носит его постоянно во время уборки, приготовления пищи и даже на занятиях сапсерфингом. Сама женщина говорит, что пока не планирует менять свой наряд. Американец выполнил сложный трюк, перепрыгнув через спасателя. Дерзкая идея пришла парню во время отдыха с друзьями. Он разбежался и, перелетев через человека, нырнул прямо в бассейн. Необычная фигура удивила пользователей социальных сетей. Изобретение, созданное японским скульптором и математиком, ставит в тупик практически всех. Стрелка устройства показывает только направо, как бы ее ни крутили. Невероятные кадры жизни Нью-Йорка в замедленной съемке. Во время своей поездки к друзьям режиссер Глен Варрис запечатлел будни города. Видео замерло буквально все, начиная от посетителей центрального парка до покупателей в маленьких магазинчиках. Кофейня в одном из старых районов Ханое во Вьетнаме привлекла внимание местных жителей и туристов своим оригинальным мусорным дизайном. В заведении можно не только выпить любимый напиток, но и посмотреть, как использовать в интернете. В интерьере старые колеса, бутылки и многое другое. Владелец рассказал, что ему хотелось сделать свое заведение не просто необычным, а экологичным. Главная героиня ролика, видимо, хотела научиться играть на гитаре, но по понятным причинам у этой панды ничего не получилось. Дело в том, что начинающий музыкант не смог найти настоящий инструмент и заменил ее куском дерева. Энтузиазм животного не может не вызвать симпатии. Если хотите превратить купание детей в приключения, тогда доверьте это дело папе. Вот и тут в ванной комнате появилось настоящее мыльное укрытие. Малыши явно в восторге от такого развития событий. По спортивному утро началось не только у меня, потому что прямо сейчас, где-то на улицах Крымской столицы, наш мобильный корреспондент Александр Кононов пытается тренировать не только тело, но и дух. Но, впрочем, подробнее расскажет он сам. Здравствуй еще раз, Саша. Да, коллеги, по-прежнему тепло и комфортно, хотя уже и немного припекает, потому что на термометре была зафиксирована температура 30-32 градуса, и самое время где-то спрятаться от этой знойной жары, от этого палящего солнца. Я думаю, что как нельзя лучше это можно сделать где-нибудь в тени, и прямо сейчас я нахожусь на бульваре Франко. Это любимое место жителей города Симферополя, где они могут посидеть на лавочках, отдохнуть, подумать, возможно, о чем-нибудь, пофилософствовать. Некоторые здесь присаживаются для того, чтобы послушать шум деревьев, насладиться прекрасной тишиной. Да, здесь, несмотря на то, что периодически проезжают машины, здесь довольно-таки тихо. Кстати, друзья, вы можете заметить, что постепенно появляется скопление машин, это значит, что уже город проснулся, это значит, что город уже живет своей жизнью, и поэтому это означает о том, что пробки в городе все-таки будут появляться. Я рекомендую абсолютно всем выезжать на работу, если вы сейчас работаете в летний период, на работу заранее. Я вот прохожу по пешеходу, хорошо, что машин пока что еще нету, я могу свободно прогуливаться здесь. И, кстати, буквально совсем недавно я прочитал такую новость, что на бульваре Франко появилась лавочка, которая мотивирует к похудению. Прямо сейчас я нахожусь возле этой лавочки, вот она, вы можете обратить внимание, на ней не хватает несколько досок. То ли это любители здорового образа жизни решили так пошутить, то ли это просто какие-нибудь местные вандалы решили так вот навредить городу. В любом случае, прямо сейчас я попробую протестировать удобно и комфортно ли здесь сидиться. Для начала присядем по обычному. Вы знаете, несмотря на мою довольно-таки худую комплекцию, я вам так скажу, что вот сидеть некомфортно. Вот так вот, хотя в принципе можно, можно. Попробуем прилечь, может быть. Ну, вы знаете, помещается только одна нога, вот видите, да? Остальное, к сожалению, не удалось поместить. Может быть, как-то по-другому стоит присесть на эту лавочку. Я сейчас попробую. Так, спиной. Вы знаете, довольно-таки сомнительно, потому что подо мной уже начали прогибаться доски. Я действительно надеюсь, что после этого стрима горе-вандалы все-таки вернут на место этот материал и всем будет удобно также сидеть и наслаждаться отдыхом. А возможно, в этом нам помогут городские службы, но в любом случае, я думаю, что на это нужно как-то повлиять. И жителям Крыма, города Симферополя, я рекомендую по-прежнему беречь то, что у нас есть. Коллеги, на этом все. Вам слово. Готовь, Саня, зимой, телегу летом, или наоборот, как правильно. Но это, конечно, запутаться несложно. А вот что я точно знаю, что школьникам в школе нужно готовить заранее. Но подробнее, собственно, в нашем следующем сюжете. До начала учебного года еще месяц, но на школьной ярмарке уже многолюдно. Главная задача родителей – собрать своего ребенка к первому сентября. Для этого нужно не только время, но и деньги. В семьях Клочковых к учебе готовят сразу двоих детей, так что расходы будут двойные. Вот одной, чтобы купить обувь, хотя бы на первое сентября, сарафаны, платьишко, это где-то тысяч пять уходит. Вот, если купить сменку еще, то это еще добавляете. Как минимум, на одного ребенка одно до двадцати тысяч выйдет. Оксана Романова собирает дочь в четвертый класс. Ассортиментом довольна. Все-таки больше ста торговых палаток. Но вот цены оставляют желать лучшего. Пока мы еще только начали собирать. Уже затраты где-то семь, десять тысяч. Но сегодня вот пока две с половиной. Это только кроссовочки и туфельки. Главный критерий выбора одежды и обуви – ее практичность и натуральные материалы. А вот что касается канцелярских принадлежностей, то тут уже можно смело фантазировать. Любой каприз за ваши деньги. Ручки, карандаши, тетради – может и мелочь, но весьма затратная. Если первоклассник набирает весь комплект, то это будет стоить от трех – трех с половиной тысяч. Вот так вот. Бюджетный вариант, да? Бюджетный, да, вариант. Но в этом году цены вообще не отличаются. Дневник в среднем стоит 200 рублей. Тетрадь – 24 листа, примерно 30 рублей. Пенал можно приобрести и за 100 рублей, и за 700. Рюкзак – это, пожалуй, главное, на что стоит обратить внимание, собирая ребенка в школу. Он должен быть не только красивым, но и практичным и удобным. С ортопедической спинкой и широкими лямками. Средний ценник – 3000 рублей. Но если очень постараться, можно найти и дешевле. Но основная статья расходов во всей этой предшкольной суете, конечно, форма. Цены на костюмы начинаются с двух с половиной. Рубашки для девочек и мальчиков – от 1000 рублей. Примерно столько же и обувь. Плюс сменный комплект одежды умножает цифру на два. Так что в среднем сборы к школе обойдутся в 1015-1020. Сярия Бляева, Андрей Псом. Утро нового дня. Я рос в очень большой семье. И вот что мы любили делать с братьями, так это постоянно выбираться на море, плавать, нырять. И вот совершенно не думали о безопасности. И сейчас, когда мы подросли, мы любим собраться вечером с всей семьей и обсудить то, что, ну, как рисковали. Ну, о безопасности на воде нужно думать всегда. И как раз-таки именно об этом мы можем поговорить с нашим следующим гостем. Вот правильно, не помешало бы нам тогда, да. Поэтому прямо сейчас давай и знакомиться, и внимательно все узнаем. А у нас в гостях сегодня начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Крым Абулат Каюмов. Доброе утро! Доброе утро! Ну, и мы знаем, что сейчас... Здравствуйте! Здравствуйте! Все мы знаем, курортный сезон в самом разгаре, и при этом все лето проводились работы по... с мониторингом, да, вот, различных ситуаций, которые могут произойти на воде вообще. Каковы итоги работы за лето? Ну, итоги еще рано подводить, да. Ну, те, которые можно на данный момент озвучить, да. Ну, положительная динамика есть однозначно, это как и пресечение правонарушений с маломерными судами. Плюс мы не допустили на сегодняшний день гибели детей в Республике Крым. И динамика снижения гибели вообще граждан на морской акватории. Ну, это я знаю, что буквально на днях тоже в интернете могли видеть, что несколько дайверов погибло, да, один точно по... Да, да. Ну, второй без вести, да, поиски не дали результатов. Очень большая ставка была привлечена к Главному управлению и всех спасательных сил Республики Крым. Но поиски не дали результатов. А второй, да, нашли его на следующее утро на камнях погибшего. Все-таки какие рекомендации стоит дать людям для того, чтобы сохранить их жизнь? Первая рекомендация, это она идет всегда. Будьте грамотными и будьте ответственными. В первую очередь за свою жизнь и за жизнь окружающих людей. И, конечно же, за жизнь детей мы несем ответственность. Сейчас время такое. Сейчас человек не может сказать, что я чего-то не знаю. Сейчас доступ к информации абсолютно для всех открыт. И законы абсолютно прозрачно написаны и понятны в плане безопасности на воде. Поэтому человек не может сказать, что я чего-то не знал. Ну и в первую очередь, мне кажется, пляжи нужно выбирать те, которые уже проверены, проинспектированы, да, у которых исследовано дно. Все правильно. И на сегодняшний день у нас допущено в эксплуатацию по Крыму 446. Тоже положительная динамика на увеличение. Мы достигли своей цели в этом году, которая и была именно увеличить места организованного отдыха на воде. Чтобы люди могли получить в большем количестве больше мест доступных и безопасных, конечно же, в первую очередь. Тем более, да, что хочется сказать, что во всех бедах виноваты не море, а в первую очередь сами отдыхающие, которые нарушают элементарные правила безопасности. Скажите, пожалуйста, что вообще касательно этого вопроса? Как часто крымчан или отдыхающих тянет в небезопасную воду? Знаете, этих мест очень много. И в этом году мы выявили 111 мест неорганизованного отдыха. И они все так же остаются традиционными как для гостей, так и для жителей Крыма. Потому что это красивые места с бухтами, с гаванями для приятного отдыха. Но в этом случае безопасность не обеспечивается. Дно не проверено, спасателей там нет. И, конечно же, человек лично несет персональную ответственность за себя, за жизнь свою. Что касается случаев, когда на воде переворачиваются различные бананы, катамараны. У нас в Крыму были зарегистрированы такие случаи? В этом году таких случаев вопиющих не было. Но был один из ряда вон выходящих, вы, наверное, слышали. Когда гидроциклист бросил на воде детей, детей бросил в море и взрослых, которые их сопровождали. Это вообще ни в какие рамки не входит. Не знаю, о чем думал человек. Видимо, испуг от приближения катера ГИМСа настолько им овладал, что он не соразмерил ответственность до 300 рублей. Супротив уголовной ответственности за оставление людей в опасности. А, то есть человек скрывался от штрафа. Абсолютно, да. Он знал, что он нарушает законодательство. Он знал, что нарушает 149-е постановление Республики Крым. Которое точно описывает, что буксировка надувных систем гидроциклами запрещена. Люди должны понимать, что безопасность не обеспечивается при буксировке гидроциклов. Нет дополнительного спасателя. Нет смотрящего за буксируемой системой. То есть... Только катер может, да? И типичный пример это вот гидроциклист, который просто поднял лапки кверху и скрылся от ответственности. Ну, я настолько знаю, там дело уже набрало обороты. И сейчас его, например, уже задержали давно. Уже следственный комитет занимается им. Да, это уголовная ответственность. Это оставление человека в опасности. Люди должны понимать это. Да, в первую очередь нужно учиться ответственности. Как за себя, так и за окружающих. Тем более, если оказываешь услуги, нужно их оказывать грамотно, чтобы ты... Ну, действительно, а если бы, не дай бог, что случилось? В первую очередь, услуги нужно оказывать законно. Он должен зарегистрироваться в капитании порта. Он должен получить право управления коммерческим судном. И он должен платить налог за свою коммерческую деятельность. Это очень важно. И обеспечивать безопасность людей, если он уже за это взялся. Правильно? Но, по всей видимости, этот вопрос должны регулировать еще и сами отдыхающие, да? Которые, если видят, что объект не подпадает под нормы и под требования, ну, просто не пользоваться таким аттракционом. Вы знаете, вот тенденция как раз насчет отдыхающих совсем обратная. Человек, который может быть в тяжелых, жестких условиях, работал на протяжении года и выбрал время две недели, да? Их можно с человеческой стороны понять. Но они пытаются получить от короткого промежутка максимум удовольствия, да? И последние съемки в интернете, они показали видео, что буквально у отдыхающих спрашивают. Вы знаете, что это опасно? Вы знаете, что не обеспечена безопасность ваших и ваших детей? Человек открыто говорит, мне все равно, я приехал отдыхать. Отстаньте от меня. Ну, личный выбор каждого, я считаю. Но все-таки не стоит забывать, что две недели, пусть даже сумасшедшего и яркого отдыха, они не стоят жизни. И ребенка, в том числе, в первую очередь, и не своей личной жизни. Спасибо вам большое за беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Булат Каюмов, начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам УЧС России по республике Крым. Спасибо. Но мы не просто так заговорили про интернет, потому что действительно в крымских социальных сетях каждый раз происходят настоящие бураны, ураганы, страстей и событий. Обсуждаются как и ямы на дорогах, так и проблемы на воде. Но о том, что было актуально на этой неделе, прямо сейчас. Жаркие ночи. В Севастополе неизвестные подожгли несколько автомобилей. На кадрах видно, как сильное пламя полностью охватило кузов одной из машин. Она, по всей видимости, была первой. В десяти метрах от нее позже загорелось второе транспортное средство. Причина и цели поджога неизвестны. Благо, что никто не пострадал. Радикальный пешеход. Переходить дорогу в неположенном месте не только незаконно, но и небезопасно. Именно поэтому поступок героя следующего видео вызывает исключительно недоумение. Пожилой мужчина решил неспешно пересечь магистраль, совершенно не обращая внимания на проезжающий мимо транспорт. Автор видео, один из участников происшествия, едва успел притормозить. Нарушитель тем временем пошел себе дальше, как ни в чем не бывало. Будьте внимательны на пути. Тормозить надо с умом. Фура на Николаевской трассе стала показательным примером того, почему сбрасывать скорость нужно спокойно и заранее. Тормозные колодки автомобиля не выдержали нагрузку, перегрелись и воспламенились. В такие моменты становится ясно. Огнетушитель на борту – не просто прихоть инспектора ГАИ, а необходимость. Иначе искрометные виражи могут закончиться пожаром в салоне. Пока в одной части города кипит масштабная реконструкция набережной, в другой река больше напоминает южные тропики. А если добавить в уравнение отсутствие ограды, изношенность плитки и состояние остановок в сумме получим неприспособленную для отдыха и прогулок территорию. Впрочем, не все пользователи согласны с мнением автора. Везде одновременный ремонт невозможен. Подождите. И скоро все изменится, пишут комментаторы. Остановка «Призрак» – это не кадры из фантастического фильма, а реальная жизнь. В таком состоянии находится место ожидания в селе Мирное Симферопольского района. За толстым слоем мусора скрывается старый и ветхий бетон. Сооружение нуждается не только в уборке, но и капитальной реконструкции. Страшно представить, куда могут идти автомобили из такого пункта, пишут пользователи. Другие же утверждают – чисто там, где не мусорят. Сегодня, вернувшись домой, наш мобильный корреспондент Александр Кононов сможет откровенно сказать – я прошел Крым, Рим, стрим и медные трубы. Потому что прямо сейчас он уже четвертый раз выходит с нами на связь. Интересно, о чем расскажет Саша. Доброе утро еще раз. Да, коллеги, я решил так же, как и жители Симферополя провести свой стрим в прекрасном таком месте, в тенечке. На календаре по-прежнему лето, хотя осталось его немного, всего каких-то 17 дней. А это значит, что очень скоро кто-то уже пойдет в школу, кто-то поспешит на работу. Ну и, конечно же, не стоит забывать о тех людях, кто в самом начале творческого пути, так сказать. Поэтому для некоторых абитуриентов открыли дополнительный набор на самые разные специальности. К слову, самыми высокооплачиваемыми профессиями в Крыму является риэлтор, ведущий менеджер отдела продаж и, конечно же, водитель-экспедитор. Рейтинг составлен на основе данных сервиса для поиска работы. Самую привлекательную по части величины зарплату, конечно же, предлагают агентства недвижимости. И, судя по объявлениям, зарплата там от 100 тысяч и выше. И причем от соискателя не требует даже опыта работ. Самое главное – это уметь общаться с клиентом и владеть интернетом. На втором месте у нас ведущий менеджер отдела продаж. Здесь размер заработной платы указан от 30 тысяч рублей и выше. Требования к соискателям, соответственно, опыт работы в продажах. И, конечно же, умение переговоров и знания 1С. Ну и, естественно, тройку самых высокооплачиваемых профессий завершает у нас водитель-экспедитор категории Е. Претендент должен обладать как минимум стажем полтора года и, конечно же, опытом работы в перевозках. Ну и готовностью к командировкам. В принципе, на этом у меня все, коллеги. Я передаю вам слово. Ну а пока Саша Кононов находится в центре крымской столицы. Александр Акарнович сидит на крыше жилого комплекса «Альфа». Александр Ткачев побывал в третьей локации. И она не хуже всех остальных. Гидроциклы, скутеры или аквабайки. Сегодня без этих рычащих монстров невозможно представить ни один крымский пляж. Солнце, море, а главное – скорость. Что еще нужно для счастливого лета? И все это можно найти в водномоторных видах спорта. Для кого-то виражи на воде – это просто развлечение, а для Давида Джалогуа – образ жизни. Он мог бы купить квартиру, но на эти деньги подчинил себе ветер и волны. Что внутри, какое сердце у этого коня? Ну, здесь стоит 900-кубовый мотор двухтактный с двумя карбюраторами. Вот, давайте я вам покажу. Вот, здесь карбоновый корпус, что два карбюратора, два цилиндра. Этот водный мотоцикл развивает скорость до 200 км в час, весит почти 3 центнера. Однако, несмотря на массу, не тонет ни при каких обстоятельствах. Машину приводит в движение водомет, а управляет ею не столько руль, сколько ловкость спортсмена. Именно это и привлекает Давида в аквабайке. Чем отличается сидячий гидроцикл от стоячего? Сидячий гидроцикл и стоячий гидроцикл – это совершенно разные гидроциклы. Это как сравнить мотоцикл с квадроциклом. То есть двухколесный, четырехколесный. Здесь больше ты работаешь с координацией, с весом тела. Стоячие водные мотоциклы предназначены для трюков, сальто, кульбитов и крутых виражей. Сидячие подойдут для прогулок по воде и семейного отдыха. Но в любом случае аквабайк требует специальной экипировки. Будь ты профессионал, будь ты просто любитель, в любом случае ты должен всегда надевать спасательный жилет. Далее шлем. И перчатки используются для большего зацепа с рулем. Также используется ключ. Ключ надевается на руку. Это чека так называемая. Без нее гидроцикл не реагирует на старт. Не получится оседлать стального водного коня и без хорошей физической формы. Традиционно спортсмены начинают свой день с подтягиваний и отжиманий. Закачивается спина, руки, закачивается торс, ноги, задняя часть, соответственно, плечи. И ты постоянно находишься в работе. Покажешь нам что-нибудь? Да, конечно. Крымские водные просторы стали настоящим открытием для спортсменов с материка. Наше западное побережье, по их мнению, как нельзя лучше подходит для развития водно-моторных видов спорта. Традиционно мы проводим фестиваль «Джеткэмп», который называется в городе Сочи. Вот уже пять лет мы его проводили. В этом году мы будем проводить шестой фестиваль. Сюда мы приехали, чтобы посмотреть место, посмотреть воду, организацию, чтобы пощупать в 2019 году площадку и подумать о том, чтобы, возможно, в 2020 году фестиваль перенести в Крым. Полуостров конкурировать с Кавказом готов. Ведь у нас есть и сильные аквабайкеры, и все необходимое для проведения такого фестиваля. Александр Ткачев, Александр Смычек. Утро нового дня. Часы неустанно приближаются к девяти. А это значит, что сегодняшнее утро подходит к концу, уступая место настоящим полуденным будням. Ну, а значит, нам пора прощаться. И сегодня с вами был Артем Андроновский, Александр Акарнович. До новых встреч, друзья, и хорошего дня. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!